Именно через этот бетонный люк и удалось достать четырех маленьких лисят. Сколько они просидели здесь без воды и еды, не ясно. Но одно уже понятно точно. Если бы не жительница Гатчины Юлианна, звери бы скорее всего погибли. Женщина нашла их случайно. В начале мая она, как обычно, гуляла со своей дочкой на окраине города. И вдруг услышала странный вой. Дошли до этих плит, услышали возню, посветили фонариками в сель. Увидели, что там очень глубоко и увидели морду лисенка. Сначала растерялись, решили, что он попал в виду один. Сбегали за едой, сделали поилку, пришли его накормить. Когда бросили еду, услышали драку, поняли, что лисенок там не один. Десять дней женщина вместе с детьми подкармливала животных. Говорит, важно было понять, сколько их и жевали их мама. Потом, когда бетонный люк получилось сдвинуть, выяснили, что лисица погибла. Ее нашли рядом с малышами. И тогда же позвонили в специальную службу. Я думаю, что стресса особого они не испытали. Во-первых, их уже подкармливали. То есть они уже как бы к человеку. И они же, Юлиана, тут когда находились, они разговаривали. То есть человеческий голос они слышали. То есть они, в принципе, мы посадили в клетку, они вели себя довольно спокойно. По словам Павла Яблокова, для егерей это сюрпризом не стало. Местные жители в окрестностях еще зимой не раз видели лисицу. Скорее всего, здесь, где тепло и сухо, она решила принести потомство. Юлиана, говорят специалисты, поступила грамотно. Она не пыталась сразу же вытащить животных. Чаще бывает наоборот. И это приводит к самым печальным последствиям. У нас очень много случаев, когда граждане просто сначала зверя забирают с леса, ну, с дикой природы, приносят домой. И потом начинается, а чем кормить, а как поить, а куда девать. Таких зверей, как правило, везут в деревню Раполова, в реабилитационный центр. Кстати, там сейчас самый настоящий лисий бум. Помимо гачинских лисят, здесь ожидают приезда еще 12 особей. Всего тут уже порядка 160 животных, от белок до лосей. К счастью, большая часть из них сможет вернуться в дикую природу. Остальные, к сожалению, останутся здесь. И в этом, говорят сотрудники, виноваты люди. Начинается дачный период, да, люди вот сейчас приезжают на дачи. И звонки постоянно идут, что в соседнем доме, в подвале, лиса родила лисят. Вот она, ну, люди пришли, она испугалась, ушла, лисята брошены. Поэтому, ну, мы просим, чтобы они их не трогали и дали возможность лисе их увезти. Потому что они достаточно уже большие, поэтому они спокойно уйдут с лесой. Гачинским лисятам, уверен Александр Федоров, повезло. В центр они попали абсолютно здоровыми и даже упитанными. Сейчас они в полной изоляции от людей и от других животных. Им даже не дают кличек, чтобы не привыкали. В центре уже живут четыре лисы. Для взрослых особей специалисты построили вот такие вот вольеры. Лесятам изгачены, подобное жилище уже не понадобится. Они не успели привыкнуть к человеку, и поэтому совсем скоро их отправят обратно в лес. Произойдет это буквально через несколько недель. Свою самостоятельную жизнь они начнут в лесах Тверской области. Михаил Дубков, Алексей Купцов, Андрей Тарасов и Максим Лапин. Вести Ленинградская область.